Я дизайнер, я так вижу, да, я художник, я так вижу Гость, по идее, не должен сюда попасть, если только по ошибке Да, смотрите, тут дверь у нас открывается больше, чем на 90 InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели Привет, InMyRoom, добро пожаловать в яркую евро-двушку Привет! Привет! С порога видно, какая яркая квартира Меня зовут Мила Генч, и моя необычная фамилия из-за моего турецкого мужа Я вышла замуж за турка до того, как это еще стало мейнстримом Я дизайнер интерьера, как вы уже поняли, и я вообще за цвет в интерьере Ко мне приходят уже заказчики, и я стараюсь всегда сделать что-то интересное и яркое в интерьере Потому что за окном у нас в Москве 9 месяцев зимы И хочется приходить в квартиру и иметь хорошее настроение и подпитываться этой энергией Я, в общем, всегда за это и пропагандирую это всегда в своих интерьерах и для своих заказчиков В моих интерьерах чаще всего преобладает яркие сочетания цветов А все это началось еще с художественной школы, где я могла один цвет раскрыть разными оттенками И сейчас я со своим этим опытом перенесла все это в дизайн интерьера И, собственно, сейчас я экспериментирую с разными сочетаниями в интерьере И предлагаю эти сочетания своим заказчикам, от которых они в восторге У меня два высших образования — это экономическое и дизайнерское Еще плюс я закончила дизайнерские курсы в Испании И, как мне кажется, Испания тоже очень сильно на меня повлияла своим модернизмом, который я использую в своих проектах Сколько здесь квадратных метров? Где мы находимся? Что мы сегодня увидим? Мы находимся в ЖК Балтийский, это около метро Уэйковская Изначально застройщик задумывал тут однокомнатную квартиру и проход в спальню через коридор Но я решила, что коридор в однокомнатной квартире не нужен То есть мы сделали кухню-гостиную как бы проходной И тем самым отделили зону гостевую и зону приватную и спальню И вместо коридора у нас получилась гардеробная Ага, то есть как отдельная комната гардеробная? Да А спальня, получается, была соединена изначально с гостиной? Все это было одним пространством? Ну, не совсем, то есть до нее был проход через коридор Ага, ну то есть все равно это была евродвушка, я понимаю Так, ну как однушка она позиционировалась, наверное, да? Да, но как была, как евродвушка Ну то есть здесь в целом раскладывающийся диван, на который можно прилечь Да, в случае прихода гостей Да А расскажи немножко про дом, это новостройка, да, какая-то Я говорю, мне она напомнила здание ФСБ на Уданке, если честно, немножко Да, архитектура ЖК такая строгая, в стиле ампир такого ЖК новый, был построен в 21-м году, ЖК Балтийский А сколько уже получается здесь ремонту лет, если на такой свежий ЖК? Мы доделали ремонт в прошлом году, вот как раз перед Новым годом То есть здесь уже жильцы живут? Да, целый год А расскажи немножко про жильцов, кто эти счастливчики? Это молодая пара, муж с женой, они такие путешественники, все время себя чем-то занимают, куда-то ездят В общем, на самом деле их не уловить Это было и в дизайн-проекте, это и на стадии реализации, это и на стадии сейчас съемки А какие задачи они перед тобой поставили? Что они хотели видеть в этой квартире? На самом деле, ну для всех, наверное, больная тема – это место для хранения Потому что вещей у них много, они сразу предупредили об этом Поэтому в целом и родилась идея, как бы заменить коридоры гардеробной Ну и, конечно, они перед тем, как вообще ко мне обратиться, они видели мое портфолио Поэтому они знали, куда они идут, они хотели такой, какой-то яркий интерьер То есть необычный, они сами всегда путешествуют, видят много отелей И, в общем, им хотелось вот чего-то такого интересненького Ну, точно, чего им не хотелось – это серо-бежевого интерьера, минимализма и так далее А, и никакой классики, им не нравится текстура дерева То есть если мы потом будем смотреть, да, им текстура дерева – это именно коричневая Им категорически нет То есть это был такой момент, что я должна была подбирать, условно, тумбу по телевизору, стулья Ну, все вот эти моменты, чтобы было без текстуры дерева Это, кстати, редкость Сейчас в основном все хотят больше под какой-то естественный интерьер Деревья, камни Ну да, типа эко-дизайн Да-да-да, поэтому здесь будет как раз-таки необычный интерьер Скажи немножко про кухню, давай начнем с того, из какого она материала Кухня у нас заказная, она из ЛДСП И она уже из определенных размерных блоков от производителя То есть мы подбирали под наши размеры конкретно уже блоки по размерам И, соответственно, я уже сама проектировала, где будет у нас раковина, где у нас будет посудомойка у нас здесь Где у нас будет место для хранения и духовка с плитой СВЧ мы вывели наверх, потому что больше негде было А заказчики не хотели соединять это все в одну технику И холодильник у нас отдельно стоящий для экономии бюджета Но у нас сложилась такая ситуация, что нужен был обеденный стол большой Но в конкретной комнате обеденный стол невозможно было поставить, чтобы поместился и диван, и как бы гостевая зона, и обеденная зона То есть я предложила заменить обеденный стол полубарной стойкой Полубарная стойка, и здесь у нас еще добавляется система хранения, как бы внизу, вот здесь, со стороны кухни А сама стойка тоже сделана? Да, она тоже из ЛДСП Правда, уже вот столешница чуть толще, а здесь столешница на кухне чуть тоньше А что за столешница? Столешница это HPL, то есть компактный ламинат Ну, по-модному, как бы сделали потоньше столешницу Ну вот если год уже здесь живут, то как? Нареканий не к такому материалу? Как он себя ведет? Заказчики ничего не говорили плохого Значит хорошо Значит хорошо, да Ну, кухню мы сделали до потолка Понятно, что некоторые фасады невозможно открыть с вытянутой рукой Но есть стремянка То есть какие-то вещи, которые менее всего используются, можно туда положить И, собственно, вытаскивать там по праздникам Но, тем не менее, места много здесь Места много, ну, по возможности, сколько вот получилось Мне кажется, достаточно А давай посмотрим, что внутри Здесь у нас сушка А механизм push, который открывается? Или просто вынасу Где push, а кое-где просто фасады чуть ниже, чем сам шкаф Мне кажется, вот это самое удобное как раз Удобное, да, потому что не всегда удобно нажимать push Плюс остается, мало ли руки прям Да, остается и не всегда они срабатывают, как бы, как нам хотелось Вот, собственно, вот Здесь у нас микроволновка Здесь у нас моменты вот с вытяжкой, да, которые закрыли В общем, аккуратно, скажем так, все сделали Чтобы ничего не было видно А на микроволновку удобно дотягиваться до хранения? До хранения, выше А, здесь уже push Да, push Ну, в целом, да Ну, вроде, да Да, все, все, мог Так, и давай посмотрим, что внизу Слушайте, надо вот это вытащить У нас, ну, как и у всех, наверное, хозяек Ведра с мусором, поэтому мы проезжаем дальше Пропустим? Да, пропустим Здесь у нас посудомойка 45 сантиметров, то есть тоже компактная Ну, и как и сама кухня Здесь у нас место для хранения, то есть ложек, вилок Ну, и дальше, в общем, выезжающие ящики Все, что необходимо было туда уместить И рядом с духовкой у нас бутылочница А расскажи, что за люк рядом с бойкой? Здесь, в общем, это было необходимо оставить Так как там находятся счетчики и стояки коммунальные всякие История? Да Да, мы специально подбирали люк под размер плитки Чтобы он как бы эстетично вписался Поняла А давай посмотрим, что у нас в хранении В острове как раз, с другой стороны Что туда поместилось Ну, здесь небольшой шкафчик тоже от push-up на сжатие В общем, тут такая история Просто полочки Расскажи про накольное покрытие Да, что это и как оно живет Здесь я использовала кварцвенил Потому что кварцвенил можно использовать во влажных помещениях Очень удобно, чтобы не делить вот как раз-таки эту зону кухню-гостиную Чтобы не делить, потому что и так помещение небольшое Кухня-гостиную у нас 17 квадратных метров То есть здесь у нас и кухня прям отдельная, да, зона И гостиная отдельная зона Ну и чтобы не рябить, не делить помещение Мы решили полностью здесь сделать кварцвенил Ну и, собственно, мы его приклеили Чтобы никаких порожков у нас с керамогранитом не было в итоге вот здесь А под кварцвенил нужно наливной пол делать, правильно? Да, нужен ровный пол идеально Потому что он приклеивается Ну, можно на подложку, но приклеивается зачем? Чтобы, собственно, избежать порожков некрасивых А не получается за счет наливного пола все равно такая же стоимость, как, я не знаю, делать там хороший ламинат или... Ну, тут ламинат просто он не такой по свойствам, как кварцвенил щетки Ага Ну, как правило, производители рекомендуют все-таки кварцвенил убирать Потому что он не разбухает Потому что ламинат еще, его нельзя приклеить Это абсолютно... Это покрытие, которое должно оставаться плавающим, как бы, на полу Ну и потом поспорим, вообще можно приклеить? Потому что приклеивала его, вот как раз мы советуем Можно приклеить только вот в зоне, где мы можем... Ну да, только в зоне стыка Ну и то, они должны быть очень большие расстояния Потому что иначе он просто будет... Короче, с кварцвенилом просто меньше мороки, он проще использовать Он подороже, конечно, чем ламинат, но попрактичнее Он не царапается Ну, в общем, он вообще под любую текстуру может И под камень, и под дерево, и так далее И он даже есть под елочку, как паркет делают Под разную, там, английскую, французскую То есть, ну, это прикольно Любой вкус и цвет, да? А давай пройдемся по сценариуму освещения Здесь, я смотрю, у нас подсветка рабочей поверхности горит Но еще есть споты встроены в потолок Да, есть споты Ну, то есть, тут максимальное количество освещения Ну, так как мы живем в Москве У нас, можно сказать, да, 9 месяцев в году у нас зима, можно так сказать Здесь рабочая, подсветка рабочей поверхности Подсветка проходной зоны Ну, кстати говоря, вот подсветку рабочей поверхности Можно включить просто как для обстановки Вечерком Да, вечерком просто включить Также у нас есть светильники над барной стойкой И, собственно, сама люстра в гостевой зоне То есть, мы сразу поделили все на зоны Все это отдельно включается Везде разные сценарии освещения Все удобно У InMyRoom есть свой телеграм-канал, где собраны интересные идеи Скидки, акции от партнеров, а также анонсы новых видео на YouTube Ссылочка в описании Скажи, а почему здесь два разных стула? Каждый заказчик подбирал стул под себя Какой стул был удобнее, тот и взяли Но мы объединили их цветом Кстати, похожие стулья можно найти на Marketplace InMyRoom Давай перейдем на зону гостиной Здесь такой яркий, акцентный диван Он раскладывается? Да, он раскладывается И, кстати, это вообще забавная история Потому что вообще перед дизайн-проектом Я всегда прошу заказчиков своих скинуть мне референсы И, как правило, они скидывают на каком-то точном диске И, собственно, перед ценой концепцией я захожу Это, конечно, мой косяк Что я не зашла, не посмотрела изначально Но я захожу, и, собственно, один референс там был И только зеленый диван И все И больше ничего То есть я так понимаю, что да, окей Заказчикам нравится, скорее всего, зеленый Такого оттенка, например, изумрудного Я нашла То есть он у нас тут король В этой зоне Кстати, есть еще одна история с этим диваном У нас с заказчиком уже получился наш общий прикол Потому что вчера, когда я к ним приезжала в гости Перед съемкой Они мне решили сделать приятный такой подарок Они мне подарили такой тортик С нашим диванчиком, который стал королем нашей гостиной С которого вообще пошла наша история дизайн-проекта И я еще хочу сказать, что кухня вместе с техникой покупалась заранее заказчиками Потому что они заказывали ее и оплачивали февраль-март 22-го года И все это уже шло в комплекте То есть вся техника и кухня уже шли Ну, я так понимаю, что это какое-то было выгодное предложение И они сразу купили И потом, через какое-то время, они уже произвели и нам все установили Да, то есть мне были известны цвета Я могла выбрать какие-то цвета, но они были ограничены То есть я выбрала непосредственно такие цвета фасадов И чтобы он играл цвет с зеленым диваном Так диван раскладывается? Диван раскладывается У вас очень прием у гостей А телевизор еще не повесили? Или не собираются? Ну, вообще, смотрите, всегда в дизайн-проекте на чертежах Мы всегда закладываем розетки Всегда абсолютно А потом заказчики уже Ну, при нынешнем образе жизни Мы не всегда смотрим телевизор Да, мы всегда планшет, ноутбук Поэтому вот заказчики сейчас пока что Не нужно Ну, пока вот, да, не сказать, что прям нужно Давай про стены, да? Вот, я смотрю, вот эта яркая стена получилась Она такая акцентная Такой вот пыльно-розовый вот цвет Это краска, да? Да Здесь у нас все в краске в квартире Все в краске Она моющаяся? Да, антивандальная То есть, ну, если я беру краску в квартире То, как правило, это антивандальная, моющаяся И причем моющаяся не просто Водичкой, а мыльными растворами Ну, чтобы на всякий случай Потому что, ну, разная была ситуация Поэтому, да А ты какой-нибудь совет, как сочетать разные цвета? Особенно, когда хочется много И не знаешь, на чем остановиться Ну, на самом деле, лучше, наверное, остановиться на двух цветах Если вы не профессионал И выбрать контрастные цвета Ну, чтобы они не прям красный и зеленый, например, да А что-то более... Пастельное? Ну, не пастельное Чтобы не был сильный контраст Вот И желательно выделять по зонам То есть не все стены мы делаем зеленого цвета, например А делаем одну стену И если мы только начинаем, да Добавлять цвет в интерьер То это желательно только одна стена А потом дальше можно добавить в мебели, например Или в текстиле Потому что текстиль можно заменить Вот Ну и, собственно, обивку дивана тоже можно заменить В случае чего Если она надоест Ну и вообще Я советую никогда не бояться цвета Потому что стены можно перекрасить Если вдруг вам надоел этот оттенок И вы думаете Ну, вот не нравится мне этот розовый, достал Перекрашиваем тогда в белый Вот И добавляем за счет какой-то, может быть, декора Картина, например Кстати, такой же комод вы можете купить на Marketplace и My Room Это картина моего авторства О, ты сама рисовала Да Для этого проекта Да, я пишу картины Но это мое хобби Это я подарила заказчикам И я прям подбирала картину Под этот интерьер То есть я представляла, как эта картина будет То есть я хотела соединить вот эти все цвета И добавить уюта в квартиру Потому что сюда очень что-то просилось на самом деле Заказчикам понравилось? Заказчики были, ну, в восторге Потому что на самом деле они мне написали Что когда они были в Гаване Они ходили в галерию художников И где-то полтора-два часа искали Вот какую-то картину Хотели что-то увести с собой Какую-то абстракцию яркую Но так и не нашли И я им ничего не присылала То есть ни какие-то не референсы, ничего То есть я уже прислала им готовую картину Говорю, вот смотрите, красотка едет к вам Как вам? И они такие, вау, как классно Вот мы так у себя и представляли Ну, то есть я попала К вас Ну, мы уже медленно, наверное, подошли к балкону Давай пару фраз скажем про текстиль Здесь шторы тоже на заказ, правильно? Шторы под заказ, потому что здесь высокий потолок А сколько здесь потолок? Здесь около трех метров А потолки вы еще... Чуть-чуть опускали, да? Да, вообще тут потолки 3100-3200 Где-то так вот примерно Ну, около трех метров получилось Ну, там минус стяжка и минус опуск потолка 3 метра где-то потолок Да, шторы у нас поддерживают гармонию цвета И там дальше у нас лоджия У лоджии утепленная Там у нас поместился рабочий кабинет Ну, давай посмотрим Да Кстати говоря, по поводу вот всей плитки и кремогранита Так как у нас такая ситуация Все это было заранее заказано И если это... Именно заказчиками? Мной, то есть мы на стадии дизайн-проекта Я прям смотрела плитку, которая была уже в наличии И мы уже на стадии дизайн-проекта все закупили А сколько по времени делали ремонт, раз вы так заранее? Здесь вообще очень все быстро произошло Здесь где-то за два с половиной месяца То есть мы начали... Они начали где-то в конце августа Я подключилась в сентябре с авторским надзором И в конце декабря они уже заехали Как так вот быстро у вас получилось? Я уже полгода ремонт делала Здесь у нас теплый пол Окна тоже в пол у нас здесь Вы их красили? Нет, мы не красили, мы меняли здесь А, вы меняли специальный цвет? Да, мы меняли его, потому что от застройщика были не теплые окна Не теплые стеклопакеты То есть вы с двух сторон меняли? И в комнату, и с вами? Нет, здесь мы не меняли Мы просто подобрали цвет максимально похожий Чтобы он был с цветом окон В общем, здесь мы вынесли рабочий кабинет для заказчика Потому что иногда они работают из дома Балкон по проекту мы сделали утепленным Тут у нас теплые стеклопакеты и теплый пол Больше ничего не утепляли? Ну, утепляли, нет, все утепляли Стены, потолок утепленный, все утепленное А с этой стороны выкрашивали, тоже меняли окна? Нет, все внутренние окна мы не меняли Вся ламинация уже сохраненная Ага, то есть тут их были серые? Да, тут были серые Здесь у нас рабочий стол заказчика Мы специально вынесли его в лоджию, чтобы он нигде не мешал Ну, не хотят обычно люди делать спальни или в гостиной, рабочий стол Ну, как правило, чаще всего в спальне Чаще всего в спальне, но в спальне все-таки больше для сна, отдыха, для релакса Здесь у нас такая фишка, что стол у нас без ножек, он такой парящий Собственно Он тоже под заказ делал? Да, здесь под заказ, и полочки, соответственно, тоже под заказ То есть мебельщики крепили к стене специальным креплением, чтобы стол крепко держался То есть на нем уже сидеть Можно наваливаться, да И что еще тут сказать? Интересная тут лампа советская, да, период? Ретро И тоже яркие цвета сделали акцентную желтую Да, сделали акцентную желтую стену, соответственно, к этому зеленому Ну, я дизайнер, я так вижу, да, я художник, я так вижу Заказчикам, в общем-то, идея понравилась Мы тут поддержали диван зеленый, но мне не хотелось сделать одного оттенка все-таки И здесь он чуть-чуть похолоднее, здесь и плитка такая В общем, они тут все играют в одной, в одном оттенке, в одной теплоте И, соответственно, такая цветная стена, желтая Кстати, вся мебель у нас из ЛДСП И чем примечательно вообще, да, чем отличается, да, собственно Что ЛДСП нельзя сделать образцы Допустим, если МДФ под покраску, можно сделать образец выкраса И примерно представлять, какой цвет То ЛДСП, как правило, это такой веер цветов, да, и там, и материалов, соответственно И ты должен вот по такому маленькому кусочку примерно определиться, какого у тебя, какого у тебя будет мебель цвета Мы потом пройдем в другие комнаты Почему я на этом акцентирую внимание, что это на самом деле сложно подобрать, допустим Если цвет шкафа у нас под цвет стены, да, и это очень важно Как это сложно сделать на самом деле, если ты не профессионал Потому что лично у меня даже иногда глаза вот так в кучу после подбора Ну да, цвет это всегда сложно Да, ну и вообще я могу сказать, что все такие яркие акценты в краске, да, и в стенах Желательно делать выкрасы Ну, то есть это, конечно, чуть-чуть подороже То есть каждый выкрас там стоит денежку, да Но зато мы точно будем уверены, какой будет оттенок Потому что одно дело смотреть на веере типографии А другое дело смотреть вживую в квартире Даже в разных помещениях, где разное освещение Да, по-разному могут быть И вот насчет освещения как раз здесь Просто двери, два мощных таких Четыре мощных спота Ну, они, собственно, тут специально для кабинета, чтобы все было светло Ну вот, мы наконец-то дошли до спальни Сколько она квадратных метров? Эта спальня 14 квадратных метров А здесь, как ты говорила, была перепланировка как раз вход какой-то другой стороны Да, вход должен был быть вот с этой стороны, со стороны коридора Но мы, в общем-то, сделали кухню-гостиную проходной И я еще раз повторюсь, мы отделили как бы хозяйскую спальню Сделали ее более интимной То есть гость, по идее, не должен сюда попасть, если только по ошибке То есть туалет, шкафы и все там А дальше туалета гости не пускают Да, если не хотим Понятно, расскажи немножко про цветовое решение здесь, да, какая здесь была идея у тебя? В общем, я всегда отталкиваюсь от референсов заказчиков И вроде как я поняла, что для спальни конкретно они готовы к каким-то таким голубым-синим оттенкам Поэтому я предложила такое сочетание Оно достаточно контрастное, такого терракотового и синего Но опять же, ненавязчиво То есть остальные стены у нас светло-серого оттенка И только текстиль, кровать и шкафы у нас в цвете Ну еще и под потолком Да, декор Ну он опять же как бы дружит с кроватью И тем самым как бы поддерживает ее в цвете Но у нас еще тут, пока мы у потолка, да, у нас здесь подсветка Покажи Парящего потолка, который создает такую обстановку Мы можем выключить люстру и его это ощутить Да, есть такое ощущение, что эта подсветка даже ярче люстра Может быть, ну потому что ее больше по мощности А потолки гипсокартоновые, да? Да, ну с такой подсветкой только гипсокартон делать, да А расскажи про места для хранения Как я понимаю, для хозяев это было вообще один из главных пунктов, как ты говорила Здесь тоже его много Под заказ, да, шкафы? Да, здесь шкафы под заказ тоже ЛДСП Про что я говорила, что это стена у нас, а это шкаф И это разный материал, чтобы вы понимали То есть мы подбирали вот по кусочкам, опять же Потому что заказываете полный лист ЛДСП, это очень дорого Поэтому по маленькому кусочку образцу мы заказывали И подбирали цвет, чтобы было подходящее Смотри, тут такая история, то есть у нас получился шкаф женский и мужской Даже наоборот, мужской, а здесь женский Но это было не специально, то есть такая планировка спальни И мне не хотелось делать шкаф, как это обычно бывает, в углу Где полностью нельзя открыть, двери распашные И пришлось бы делать купе, а это как бы не очень красиво смотрится Не всегда купе встраивается в интерьер, как бы мы хотели Но им очень хотелось иметь кресло То есть опять же шкаф был бы не до стены И в общем эта идея вот этих шкафов появилась уже на самом-то деле после планировки У нас немножко была другая планировка согласована И соответственно она как бы прижилась потом Потому что ну вообще мы не думали так делать И у нас такая история получилась, что у нас вот тут у каждого появилась своя тумба Вместо тумбы, да? Да А это получается изнутри шкафа съела какое-то пространство? Да, небольшое пространство мы скушали Но в целом это... А сколько глубину они примерно? Глубину, ну я думаю, что сантиметров 60 где-то Достаточно глубокие, да Но опять же, это конструкция шкафа То есть скорее всего технологически мы можем открыть, посмотреть Технологически вот это так выглядит Невозможно скорее всего было сделать так, чтобы это было меньше Ну и в любом случае надо же понимать все с тому ширину шкафа Что это деление на секции Если бы это было как-то так, то чтобы мы сюда положили Например, ну то есть такая более эргономичная тема В общем-то внутри у тебя тоже цвет комнаты Да, смотри у нас, да Появилась такая идея, то есть Точнее как можно так сказать, что я увидела Поэтому маленькой крупицы вот этой Подходящий цвет нашей Говорю, давайте сделаем внутрянку такую же интересную Как вот у нас спальня, кровать я не эту И карниз На, давайте То есть это вроде такая интересная вещица То есть ты-то заходишь, не ожидаешь такого Открываешь, а у тебя там что-то интересненькое То есть можно было бы, конечно, сделать все белое Но это было бы не так прикольно Ну да, но с другой стороны это тоже такое удорожание небольшое Ну, мы просчитывали и так, и сяк Там небольшое удорожание Не критично То есть в целом можно Еще мне нравится, что когда ты закрываешь шкаф Сразу в зеркало И вот как бы не надо не убежать ничего Да, но еще же у нас, конечно, вообще в каждом Около каждого шкафа должно быть зеркало Это очень удобно То есть ты оделся, сразу посмотрел на себя Нравится, не нравится, переоделся В общем-то и пошел Поэтому было принято решение Сделать именно зеркало в рост здесь Чтоб не тратить больше на это место нигде А верхняя часть, она на пушах Да Ну то есть там уже складывается то, что меньше всего используется Кровать у нас с подъемным механизмом Обычно рекомендую делать с подъемным механизмом Чтобы туда спрятать все Постельное белье, полотенце Все такое бытовое, что потом Потому что шкафы этим занимаются очень большой объем И чтобы расположить свои вещи Потом с этим бельем очень сложно Туда-сюда перетаскивать Ну и вот как раз это кресло Можем пройти посмотреть О котором говорили заказчики Такое неуютное С подсветкой как место для чтения Да, я могу включить торшер Он тут от пяточки В общем кресло удобное И смотрите, кресло такое ритмичное То есть мне вообще оно было уже по дизайн проекту Не то, чтобы мы его купились неожиданно так То есть мне хотелось давать какой-то ритмичности Ну и какой-то изюминки в этом помещении То есть и вот я вообще вот за такие какие-нибудь интересные вещи Мне нравится черно-белое сочетание с цветом Это прикольно И торшер, собственно, для того, чтобы почитать книжечку, например Мы сейчас с тобой нигде не поговорили про радиаторы Давай, может, здесь про это поговорим Давай Вы меняли или это такие более одностройщиков? Нет, мы меняли Мы меняли радиаторы На те, которые более симпатичные Соответственно, и которые... Ну и такие достаточно нейтральные Нейтральные, да Они не супердорогие Но в то же время они эстетично смотрятся И хорошо греют А здесь blackout-шторон? Да Заказчики закрывают на сон Еще вот можно сказать, что здесь есть еще светильники для чтения Да, как раз это свет хотела перейти А по сценариуму освещения мы поняли, что да, есть люстра, еще подсветка подолгу Подсветка торшер, брошки и для чтения брошки Да Ну, вообще это очень удобно, если кто читает в кровати Тем более тут вот полочка для книг И заказчики, я так понимаю Активно пользуются книгами И активно пользуются светильниками Еще удобно, что выключатели прям на торце получается Шкаф и там же еще розетка Да, тут, кстати, выключатели Тут все переключатели То есть они... Тут целая группа И ты можешь здесь и так, и себя включить В общем, как удобно тебе Можешь отсюда выключить люстру, не подымаясь Ну, в общем, барское место Царское А оттенки выбирали заказчики или ты? Оттенки выбирала я И вот я хочу еще подчеркнуть, что не бойтесь какой-то камерности в спальне Потому что это, наоборот, создает больше уюта и релакса в помещении Ну и вообще, это на самом деле такая здоровая ситуация, когда человек засыпает и просыпается в темноте То есть для глаз Попугайчик тебе пока не откроет Да Не просыпается Да Еще такой бюджетный лайфхак В общем, как украсить пустую стену Можно это сделать с помощью молдингов Вот мы здесь сделали такую рамку То есть такой минималистичный вариант Вроде и не картина И сильно в глаза не бросается, но интересно Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom Там очень много классных идей для ваших интерьеров Если вы хотите стать героем следующего рум-тура Пишите на эту почту и присылайте фотографии готового интерьера Ну вот мы и добрались до прихожей Она тоже такая яркая, как и вся квартира Все здесь в плитке такой яркой Расскажи тоже здесь про цветовое решение Раз мы в каждом пространстве про него начинали говорить Да Ну смотри, прихожей я делала вообще в самый последний момент по концепции И прихожая для меня стала объединением всех комнат Но мы в новостройке, поэтому чуть-чуть слышим шум Поэтому здесь я объединила все основные цвета Это синий, зеленый и вот такой таракотовый То есть дверь входную мы меняли Делали на заказ, да, такой цвет? Нет, мы выбрали Самый выкрашенный? Нет, мы выбрали, то есть это, ну, понятно, что они Как-то на производстве пленку вот это меняют сверху То есть мы выбрали из цветов, которые можно выбрать И вот этот синий мы выбрали из выбора Здесь был все зеленый, опять-таки, но другого оттенка Да, немножко такого теплого салатового оттенка Плитка испанская, и мы тоже ее заказывали И покупали в период дизайн проекта Чтобы сразу все было по количеству Чтобы ничего, никого не ждать потом в ремонте И, собственно, от нее мы отталкивались по цветам Это зеленый и таракотовый Ну, плинтуса прям бросаются сразу в глаза Плинтуса и вот фасады, шкафов, соответственно А из одинакового материала сделано, что плинтуса, что фасады? Нет, они разные, это полиуретана, а это МДФ То есть здесь нижний, то есть здесь шкаф состоит как бы из двух фасадов условно Здесь вот верхний это ЛДСП Ну, опять же, для экономии бюджета, оптимизации А этот нижний мы выкрашивали уже под цвет плинтусов, скажем так Ну, чтобы максимально подойти, потому что мы не нашли ЛДСП под цвет Ну, и, собственно, такой небольшой промежуток МДФ в выкрас Ну, стол не так дорого Давай раз уж про шкаф начали говорить, давай посмотрим, да, из чего он состоит Какое у него дополнение Шкаф большой, здесь четыре двери, два отсека И, собственно, место для сидения, для обуви и также крючки Здесь есть, чтобы зайти, повесить одежду верхнюю Также здесь есть полочка, которая открывается от нажатия зеркала С брашками, чтобы посмотреться перед выходом Люк тут, да, получается, наверное, здесь щит электрический? Да, электрический щит тут Ну, не получилось у нас тут спрятать его Он здесь, кстати, по-моему, и был изначально То есть мы его не меняли местоположение Антресольные у нас тоже шкафы есть Они тоже от пушап нажатия Ну и, собственно, шкаф у нас тут встроенный Дальше идет стена с коммуникациями И там по стене у нас люк скрытый Там гребенка для радиаторов Ну, а давай заглянем в шкаф, если можно Кстати, такой ловхак Вот если у вас не поместилась корзина для белья в ванной комнате Это часто бывает, что ванная комната небольших размеров То эту корзину можно сделать в любом другом шкафу Забекает это здесь То есть вы заранее спроектировали шкаф? Мы заранее спроектировали, потому что мы понимали, что мы еще туда сейчас попадем Что не получится физически, там нет места еще для корзины для белья А если есть, то это только какая-то напольная история Которая не хотелось бы делать визуально шум Ну и в целом удобно Напротив ванной как раз сразу эту корзину А остальные секции, они для одежды, да? Для одежды, для верхней Ну, также для обуви Там выкатная для обуви история Вот Невозможно сейчас выкатить Извинились Ну и остальное все в выкрасе, да? То есть это под покраску Да, все под покраску И дверь гардеробная я сделала скрытую Ну, понятно, что есть кромка черная Но она, дверь инвизи был, скажем так Она более легкая, как по визуалу То есть нет наличников И ее можно делать под цвет стен Ну ладно, раз ты взялась за ручку этой двери, давай зайдем сам внизу Да, пойдем, что там Пойдемте Ну вот мы наконец-то в ванной комнате И здесь опять нас новые цвета встречают Ну, не совсем новые, это интерпретация старых цветов на самом деле Ну, тут уже идет не терракотовый, а прям оранжевый Причем он продолжается на потолок Прям прям прямой такой длиннее А на потолке влагостойкая краска получается? Да, влагостойкая краска с прямым попаданием воды Вот это, кстати, для тех, кто не верит, что можно красить в зоне, где прямое попадание воды И вот год интерьеру, все в порядке Все, ничего не отшелушивается, не отпадает И то есть прям визуально мы разделили вот такую зону мытья, условно купания и основную зону И там даже фитильники разные Затирка тоже, кстати, в цвет Да, специально подбирали Ну, это эпоксидная затирка, специально, чтобы она не меняла потом цвет Это надо на заметку Цементная затирка имеет свойство менять цвет со временем, потому что она вымывается Ага, это в мокрых зонах? Да, это в мокрых зонах И нет, это именно там, где есть какая-то цветная история Интересная А черная тоже? Черная тоже может сереть, например Белая может желтеть или сереть Вот, такие цвета могут высветляться просто Вот, поэтому надо иметь в виду, когда вы берете цветную плитку Что это плюс затирка еще И работа над этой затиркой Ну, понятно, в общем, надо просчитывать не только Цена за квадратный метр не только плитка Да Тут у нас история с черной сантехникой И в целом, как мы видим, черная сантехника в нормальном состоянии Да, она все ок, никаких разводов нет Но если они есть, я так понимаю, что они легко убираются Вот, и черная тема у нас везде То есть, у нас и в ручках, и в полотенцесушителе И кнопка для смыва унитаза И розетки Акцент Выключатели То есть, розетки в квартире могут быть разного цвета Может быть, для кого-то будет открытие То есть, если мы не хотим подчеркивать тему черного, допустим, гостиной Мы там делаем серебристый цвет Если мы хотим подчеркнуть Либо белый, допустим, у нас вот где-то есть белые розетки Где-то серые, где-то черные То есть, можно играть Как нравится Ну, очень яркая плитка на полу, она потом идет в экран ванны Тоже классное решение Ну, да, и опять же, акцентирую внимание, что все такое интересное Надо заранее уточнять, есть ли оно в наличии Если есть, то сразу брать, что Иногда бывает, что на момент ремонта ее не будет И надо будет ждать несколько месяцев Это огорчение будет века Поэтому надо все хорошо прочитать Да Смотрите, здесь у нас история с тумбой Она не под заказ Мы ее купили в магазине Нужных нам размеров И, собственно, установили Мы, когда привезли раковину На самом деле, заказчики не ожидали, что будет такая Не широкая Не широкая раковина Но я так понимаю, что они приноровились И вообще, любые модели, которые мы смотрели Ширины и глубины такой, которые нам надо было Они все были вот с такой Плюс-минус, да, с такой раковиной А что за шкаф за тобой? Давай посмотрим, что внутри Шкаф для бытовой химии и для техники То есть это постирочная зона Да, смотрите, тут дверь у нас открывается больше, чем на 90 Специально, да, чтобы было удобно Ну и, собственно, тут вся техника Удобно? Да, удобно Ну и, собственно, там есть еще антресоль И за твоей спиной инсталляция с каким-то тоже люком Что внутри люка? Все коммунальные счетчики, водопровод, канализации А, болель там есть? Болель мы не устанавливаем, потому что у них в ЖК есть уже теплостанция своя А, то есть для них уже не страшны отключения Да, не страшны отключения горячей воды Еще интересная такая идея Это полочки в плитке, которые интегрированы уже с плиткой Интересно смотрится, красиво, и в целом это не так дорого Освещение у нас тут все просто У нас тут отдельная клавиша идет на вытяжку Отдельная клавиша на освещение потолок Включается он одной группой И также есть подсветка зеркала Такая история У нас осталось последнее помещение, которое мы не посмотрели И тут как раз вторая дверь эта в гардеробную У меня к тебе вопрос Эти две двери выглядят абсолютно идентично, но у одной есть наличник Почему? Мы специально так сделали, двери одного производителя И здесь мы специально сделали кромку, чтобы они были похожи над собой А наличник? Ну наличник... Почему же тебе выделить одну дверь, а вторую? Ну я художник, я так вижу Мне показалось, что так интересно Ну гардеробная вообще в целом такое помещение очень важная Поэтому мы как бы скрыли, как бы скрыли с глаз И второй вопрос подковыркой Выводы торчат из потолка Выводы, да, это для пожарной системы, которые внутри помещения, внутри квартир В общем они еще в процессе установки Их убирать нельзя Если что Ну давай посмотрим гардеробную А, кстати, у меня тут двухклавичный выключатель У меня здесь вентиляция на одном клавишне, на другом свет Вентиляцию делают... В маленьких помещениях Да, маленькое помещение непроветриваемое, где скапливается много запахов и пыли Очень важно делать вентиляцию Тем более вентиляция будет выполнен недалеко В общем гардеробная для того, чтобы здесь хранилось то, что не поместилось в других шкафах И она самая большая по вещам Заполненная люди пользуются Что это здесь запланировано? Она тоже под заказ, правильно? Под заказ и она тоже интересная То есть я вообще за то, чтобы гардеробная продолжала то помещение, к которому она приходится То есть если она около спальни, мы продолжаем как бы тему спальни Если в нашем случае это от прихожей, то мы продолжаем тему прихожей То есть тот же наш оранжевый такой терракоты и серый То есть то, что у нас есть в комнате здесь, в прихожей А вот здесь я смотрю, запланирована была подхоз часть, наверное, на розетке? Да, здесь специально ничего нет, чтобы здесь хранить какие-то вертикальные пылесосы, швабры и так далее и тому подобное Спасибо, что досмотрели ролик до конца Надеюсь, вам все понравилось Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях Буду стараться на все отвечать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!